У каждой иконы Богородицы есть своя история, свое название. С Феодоровской связано начало целой династии последних русских царей. Образ этой иконы появился в нашем городе 300-летию дома Романовых в 1913 году. Бурная история России 20 века привела к тому, что церковь лишилась этого образа. Однако, благодаря жителю Новосибирска Андрею Ковалеву, она вновь вернулась в православный храм. Сохранилось всего лишь две подобных иконы. Одна в Санкт-Петербурге, вторая на Алтае. И вот явилась третья. Икона Божья Мать была найдена в Сибирском регионе. Хранилась в последнее время в моей семье. Я принял решение передать ее в дар Новосибирской епархии. Надеюсь, что она займет достойное место в одном из храмов города Новосибирска. В начале 20 века этот образ находился в гарнизонной православной церкви во имя святителя и чудотворца Николая, покровителя города Новосибирска, располагавшейся на территории военного городка. К сожалению, это историческое здание было утеряно. И сегодня стоит вопрос о строительстве на этом месте Никольского храма, как духовной доминанты объектов военно-исторического наследия военного городка. Мы будем надеяться, что этот исторический парк в скором времени у нас состоится и будет возмигнут. А храм, от которого началась история этого военного городка, он будет украшать город Новосибирске, является символом нашей великой державы, нашей православной церкви, нашей великой истории. И действительно, историческая справедливость должна быть восстановлена. И этот храм будет восстановлен тогда, когда будет восстанавливаться и территория военного городка, которая должна быть украшена и для людей доступна, и там должно быть множество различных исторических памятников. Символическую важность восстановления исторического наследия военного городка отметил директор исторического парка «Россия. Моя история» в Новосибирске Алексей Пронин. Это событие дает нам надежду на то, что военный городок, как наследие нашей великой военной истории, будет восстановлен, что будет сохранен смысл и содержание, и историческая память этой территории. Она не утратится в процессе реновации. И, конечно, это событие дает нам надежду на восстановление храма. До восстановления храма святителя Николая Мирликийского в военном городке Новосибирска уникальная икона, частичка нашей великой и трагичной истории, будет храниться в Вознесенском кафедральном соборе. А работу над тем, чтобы это здание вновь украсило наш город, сейчас ведут и Православная Церковь, и Российское военно-историческое общество, и депутаты регионального парламента.